итак ребят всем привет сегодня у нас будет интересный видео сюжетик связано шурфологии начинаю видеосюжет непосредственно машине потому что за бортом у нас очень сильный ветер и хочу вам сказать этот у нас шурф оказался одним из самых удачных хотя по видеосюжетам вы видите что у нас практически все видеосюжеты связаны шурфами все классные были у нас и медали дорогие были у нас и монеты двушки 25 но этот шурф вообще превышает все мои я не знаю эмоции с этого шурфа мы подняли две нет не две три шикарных дорогих монеты а что за монеты вы увидите так что смотрим будет очень интересно не забываем поставлять пальчик вверху а если первый раз пришел к нам на канал подписывайся у нас очень много вкусного так что смотрим приятного вам просмотра итак ребята всем привет по традиции да ребята по традиции за спиной темнота за спиной тишина и только луна сегодня я приехал на деревушку на нашу народу здесь нету со мной никто не приехал только king king у меня приболел вот сейчас его водкой отпаял в общем я за шурфился и у меня несколько советиков и сюжет начал из-за того что у меня получилась первая медь крупная медь в углу фундамента вот так что серёга с яриком подъедут наверно уже через час вот рустик наверно завтра утром вот в принципе деревня пустая мы только вдвоем тишина никого нет только там вдали где-то работает комбайны или что-то в этом роде вот так что не знаю что из этого выйдет но видеосюжет начался значит у нас что-то отыскалось так что приятного вам просмотра то ребята вот такой вот фундик я разработал небольшой здесь пусто а вот в этом эпицентре были монетки итого пять штучек поднял советики все как бы поздние ни одного раннего и вы знаете из-за чего я стал снимать только благодаря вот этой вот этой крупной монете смотрите что это это медная трешка 24 сохран хороший хороший сохран ребята рельеф высокий ударов вмятин нету небольшая зеленкой ну я думаю с этим я справлюсь монетка будь шикарная вообще классная гурт гладкий меня очень часто спрашивают где я беру стоимость монет все очень просто через play market скачивайте бесплатную программу монеты россии из ссср у этой программы много возможностей и функций прямо на копе без доступа в интернет вы сможете определить насколько ценный экземпляр вы откопали давайте я вам покажу на своем примере 3 копейки 1924 года и как мы видим базовый стоимость составляет 400 рублей и это цена монеты в хорошем состоянии а также мы можем легко определить а попадает наша монета в разряды редких разновидностей или нет давайте пробежимся по меню каталога здесь найдете ценник на все монеты советской эпохи юбилейные пробные монеты местного выпуска можно и оценить монеты нынешнего времени тут вы найдете и статьи как чистить монеты и многое другое в общем скачивайте и пользуйтесь а сейчас возвращаемся вот зачет классно неплохо вообще уже и того 6 монет я думаю на ночь здесь можно остаться перспективы есть он конечно вот здесь вот видите ковыренный в этом году там ковыренный несколько лет назад непонятно вот я сейчас срезаю именно холмик вот это вот потому что я так понял срезали здесь а вот этот холмик может быть накину но я почему здесь шурфлю потому что стены подрезаю засыпка не сваливается она плотно это означает что здесь не шурфили ну и как вы видите 6 монет вот на этом участке глубже я мне углубляюсь пока срезаю всего-навсего на полтора штыка лопаты вот потому что находки как бы идут на полтора а потом уже посмотрим что там глубже может быть и царизм начнется чё там кто там смотрите у кинга глаза где глаза кинг ты где вот немножко он приболел сейчас я ему водочки давал вот чуть позже наверное еще попробовать так что вот так вот совсем не ест наверное мясо не совсем свежие съели ладно копаю я с аська ребята с асечкой со своей любимой но ширпе этого достаточно так что ладно продолжаем и так ребята того же прозвонка где я вытащил трешку продолжался сигнал жалко не было со мной никого кто бы наверное онлайн им бы снимал потому что сигнал как как бы такой прочные звонки классный твердый такой и вот смотрите что-то медная крупная а ну это пятачок двадцать четвертый год смотрите сохранить ты были две монеты а здесь вот здесь уже как-то чё-то были с одного уголка смотрите камень не знаю но это вряд ли закладной вряд ли блин классно сапуточка лезет горшочки так что ладно полтора штыка пока достаточно что-то меня колено повредило колено ребят по молодости и теперь она у меня беспокоит хожу все время в бинте эластичным сейчас она у меня поскуливает вот ништяк крупная ведь красавчика сурф уже не зря приехал ладно только начало жду пацанов вот-вот должны приехать и так ребят кругом тишина и темнота да и вот приехал серёга здорово за шурфились он поднял несколько монет отсюда вот двадцатка пятнашка десятка и я на пассажок ребят пришло заснять вот такую монетку с одной стороны красиво старый пятачок а год к сожалению не интересный тридцатого года это последняя находка сегодня сейчас мы отправляемся спать дома вас спать пойдем пойдем спать пойдем солнцу моё устал ладно пойдем мы с серёгой к столу возвращаться будем на пассажок и спать встретимся утром только утром так что все до новых встреч и так доброе утро ребята ну да в принципе доброе разбудили меня в окошко стуком тук 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 завтрак сэр готов и действительно ребята редко когда я говорю что утро доброе утром завтрак на вкуснейший завтрак туристы сережку смотрите яишки с колбаской дорожка я вкусняшка я буду чая ждать чай давай готов ребят вон там вчера ночью я не снимал два камрада вернее сначала три было ночью уехал один вот и сейчас там одна машина осталась они это они остались там йод это другая ма нет наверно к это были какие-то другие в общем ребятам там я познакомился с красота ребята как говорится фото селфи делают вкусняшек вот вкусняшка ребят его рядового копыря этого копыль какие мы рядовые серёж мы уже ты сколько копаешь уже лет ты 13 лет копаешь я девятый год какие мы рядовые мы уже совсем не рядовые мы наверно в звание если в воинском посмотреть на капитан майор где-то в этом да 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 капитан майор кингута тоже такой шматы мясо сейчас ем ладно ребят находками отчитаешь что за ночь поднял мы говорили здесь сначала я один потом серёга вон там вот но немножко подняли серёжка тоже подняла немного ну так что ладно завтрак туриста и снова в бой думаю интересное будет это начинается здорово откуда вон человек выполз в деянии странным еще только что комрады вот подъехали я не он к тем вон поедут посмотреть на очередную сенсацию я вам про нее еще покажу ребят мы тоже чуть по почту за пойдем а человек он тот очень странный откуда он выполз непонятно где работа с пакетом ходить пакеты собирает в пакеты собирает монеты странный человек причем выполз откуда-то непонятно машин нет ничего нету откуда вышел хрен знает ладно пойдем я прибор оставил поздоровался с пацанами эта деревня никогда пустой не бывает постоянно кто-нибудь приезжает колено болит ребята хожу хромая вместе с кингом кинг на левую лапу и я на левую ногу как-то так пацаны там продолжают шурфите ранее кем-то на 4 фундамент не знаю посмотрим а я вот как раз и здесь это обосновался ну как обосновался подозрительный какой-то кусок не на линии домов а вот странно такая от нас и камни кирпичи кирпичи старые может быть здесь бани было ли что-то в этом роде сейчас прозвоню вверх а если что интересно будет сигнал ковырную и заодно засыпку посмотрю итак ребят серега на фундаменте остался один я рек сожалению за сопливился голова у него заболела вот я хожу вокруг вот этой шишки про которую он говорил и вызван его сигналы и вот в этой ямке был сигналчик четкий я даже не представлял не предполагал что это будет монета выпала на у так еще подумал ёшкин кот двушка с таким звонким сигналом перевернул а тут тогда 10 копеек серебряные год к сожалению пока сказать не могу вот она первая серебрюшка сегодня пойдет пойдет с почином с хорошим серебром ладно красота жарко уже разгоняшались солнце светит полом свете кинку меня устал ищет место где бы постоянно прилечь и так ребята я вам обещался видеосюжете что вам покажу того щи сливчика 2 сливчика в этом году который поднял копеечку не 2 копеечки 25 и вы сейчас узрете находки в принципе такие банальные но есть вкусняшки и сейчас я заодно вас познакомлю это лёха мы с ним как-то в свое время встречались на копе так смотрите за ночной выход получилось вот такой как мух там даже медаль муку сереж вот так вот ребят чем хорош шурф можно найти разные вот таких вот штучек так что здесь кольцо серебряная клей крестик серебряный так монетки монетки все банально ничего интересного вот такой раритет ребята целая смотрите вот такая солидная цель прям прям солидная такая на ней икона была видишь эта часть гвоздика которая крепилась икона видишь осталась то есть это у нас от икона веселый клон крест твой крест медаль наше дело право накладочкой вот и самое что я вам хочу показать смотрите тогда не частая вещица это сенсационная вещь в этом году у нас уже была поднята дважды душка двадцать пятого года редкая и дорогая монета так что лёху можно поздравить с такой находкой да в таком внешнем виде не менее 60 тысяч так ну и там еще одна интересная находка у нас появилась смотрите короче лёха сказал это какой-то ким то смотрите какая-то непонятная вещица я сначала подумал в лксм ранее полка это вообще какой-то другой да я постараюсь информацию найти и вам приложить что это за знак я впервые просто повяжем надо это были подобным были подобные ким и в лксм длинные буквы какие-то в два ряда ладно сейчас посмотрим потрем посмотрим интересная диковина но самое главное это двушка 25 вот он владелец мои поздравления чуваку повезло так что ладно продолжаем интересно что-нибудь у нас еще выскочит обязательно и так ребят значок очень достаточно интересный и может быть кому-то будет полезно знать что же за надпись ким на таком интересном значке многие конечно же об этом знают но подрастающая молодежь наше поколение к сожалению не видели и не знают и давайте сейчас я вам поясню что же за знак нам попался колсомольцы добровольцы надо верить любить беззаретно видеть солнце порой прерассветно только так можно счастье найти 29 октября 1918 года в молодом государстве был создан российский коммунистический союз молодежи первый знак был учрежден в 1918 году и представлял небольшой красный флаг со звездой и аббревиатурой рксм ручался он вплоть до 1923 года знак является редким в октябре 1922 года на пятом съезде комсомола был утвержден новый вариант знака на флаге в круге изображена звезда а в ней вписаны буквы к и м коммунистический интернационал молодежи значки вручали членам комсомола существует большое количество разновидностей на булавках на закрутках на цепочке с разной отделкой эмали из-за большого количества разновидности цена значка варьируется от 1000 до 20000 рублей да не даром мы песни запели про лихой восемнадцатый год эти юноши в старых шинелях испытали немало невзгод шли с рабочих окраин ребята за родную советскую власть эти парни в матросских бушлатах поклялись победить или пасть следующий тип комсомольского значка был утвержден на третьем пленном унице к влксм 1945 году знак повторял предыдущий но вместо ким используется аббревиатура влксм у значка существует множество типов и они различаются по заводам изготовителям металлу и способу укрепления средняя цена значка 500 тысяч рублей но это другая история был еще один вариант значка влксм более позднего варианта и просуществовал он вплоть до 1991 года надеюсь вам было приятно а сейчас возвращаемся на наш шикарный шурф приятного вам просмотра ребят здесь вот камрад еще один подошел эксплуаер и я это должен запечатлеть уйдеть дай я снизу это все начну прибор реально ребята я не знаю прошел огонь воду и медные трубы смотрите здесь запаяна кругом изолента кругом какие-то причиндалы нет ни одного живого места смотрите смотрите а здесь вообще я не знаю сказка какая-то тут в какой-то чопик деревянный вбитый здесь здесь смотрите бал болты пластиковая труба тут вообще смотрите здесь здесь тоже все наращено смотрите здесь труба смотрите какой был блок аккумуляторные смотрите тоже все напаяно тут блин смотрите как все я вообще я охреневаю ребята вот это жилец они прибора и работает бороть я не продаю ребята вот это награждение этого прибора ешь твое налево охранник да ну понятно чтобы он не работал вот это да вот этот прибор редко я такое вижу блин все случилось с ним сейф упал на его коктусе ну капали капали короче этот дом и упал сейф откуда упал ну как откуда бле стоял он в углу мы подкапывали его и короче получилось так что он начал падать а прибор стояла за стены и он краем его прям пополам сломал я не продаю ладно идем дальше на что ребят терка 505 серегина наконец-то сегодня 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 да ребята сегодня нашла вот такую вот кругу и хреновину размер хреновины две копейки николаевского образца но она ушатанная до безобразия а да ты еще рукожоп ты по ней лопатой засадил сереже да да вот смотри прям свежая медь и да ты ногтем ни хрена си у меня ноготь до сережа блин а и стриги ногти смотрю мне нет ногтей нету ногтей у меня ребят так у нас солнышко садится и рустик уже должен подъехать русик приедет новые силы и надеюсь у нас земляной дед задобренный будет давать получше а там смотри ух ты полку и красота ложки до ходим кровь ходим бродим по этим вот домовым я вам ребята вам вот по идее ты дом шурфленый вон мы нашли здесь так что вот так вот так что ладно с первым царем нас итак ребят у нас команда прибавилась у нас приехал рустик слава яйцам блин где освещение сережами свет не светит где прожить его давай вову ребят мы сейчас встречаем рустик и конечно же застольем и серёга с горячему столу решил рассказать анекдот достаточно интересный веселый и я думаю разнообразие в копе будет довольно таки приятно так что внимание на сергея он сейчас расскажет анекдот выключи свой фонарь давайте внимательно слушаем классно видно еще давайте рюмки поднимем сначала так рюмки да блин опять пить а с вами сопьешься ребят чай чай пил ну чай все же слышали сказку про иван царевич и лягушку да да слышь ну вот иван царевич и натягивает тетиву пускает стрелу идет по следу приходит там лягушка сидит лягушка лягушка отдай мою стрелу ну что уж такое лягушка она ему человеческим голосом говорит ты поцелуй меня я в девушку превращусь ну вот раз поцеловал я она раз там девушка такая красивая представляешь все фигурно ну ты говори нормальным языком фигурно блин короче жопой жопой все здесь смотрят но очень фигуристая женщина короче перед ним восстала и что дальше она будет займись со мной любовью нашел слова нашел подыскал литературу он занялся с ней любовью в разных позах там во всех местах и гать что дальше вот теперь гать за женись на мне у меня вообще дать жениться не планировал как не хочу жениться ну тогда гадья обратно в лягушку превращусь какая разница превращать она раз обратно в лягушку превратилась он ее схватил положил в карман гад такая гает удобная штука ребята вот за это ребят за эту удобную штуку давайте ребята выпьем и жили долго и счастливо до глубокой старки классный респект серёге вот за этот анекдот прям уважуха и пальчик кверху ребята за анекдот так что пишем в комментарии если вам интересно послушать от нас анекдоты именно у костра у нас очень много веселых и интересных историй анекдот так что пишем серёга и русик будет нам рассказывать так что ребята тема зайдет будем рассказывать по одному классному анекдоту я еще хочу сказать про логику никто не слышал так что ваши ребята здоровья пацаны мы только что от костра отошли вон видите да там костер пацаны вон там увидите два огонька это русик пока идут я пришел на фундамент и знаете сигнал у меня появился и очень приятный сигнальчик тем что это знак влксм приятная находка влксм приятно приятно это ранее коммунистический знак до этого был знак ким а это влксм прикольно зачетно приятно ладно клон наконец-то пацаны подходит так что ночной коп надеюсь будет веселенький и интересненький идем продолжаем итак ребят мы с русиком ковыряем тот фундамент где пацаны подняли две копейки 25 серёга ушел на базу вот пацаны кто здесь поднимал я поднял здесь несколько находок и вот знаете вот она монетка я ее в руки конечно брал для вас я ее просто положил в земельку у меня честный коп и я сразу говорю что это серебро это у нас 10 копеек серебряные вот может быть вы не разглядите силуэт но фактуем что это серебро силуэт конечно загаженный но это как темный кардинал можно сказать да говорить темный кардинал ребят для вас вот эти вот самые моменты да ребята время ночь а мы для вас копаем рустик ночью приехал и этому честь и уважение ночью ребята ночью приехал 150 километров сюда чтобы с нами с вами покопать татарстану привет татарстану привет привет татарстан ну а мы продолжаем итак ребята русик 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 копает а я за ним прозваниваю поднял он короче пятачок двадцатка к сожалению год не знаю но факт в том что вот эту монету ребят я точно знаю потому что я ее почистил русик пока там поливал а я ее прозвонил почистил и год смотрите тридцать тридцать седьмой это одна из дорогих самых находок именно пятаковых тридцать седьмой год русик фанфары ради тебя русик красава красава рус потерял все красавчик рус не зря приехал он короче бензин оправдал тихо аккуратно не подави мне прибором не красава два пятака уже поднял и двадцатка два раза уже укусили и так ребята сегодня русик копает а я за ним находки нахожу русик должен проставиться ребят это у него сегодня первое серебро я уже вижу по цвету металла и смотрите что это царское серебро ребята а стоп стоп нет вру вру немножко вру это десять копеек десять копеек серебряные красавчик русик красава а может тридцать а может тридцать первый год рус сейчас посмотрим но все равно с почином серебро ну что ребята ну наконец-то у меня первое сегодня царь и это царь у нас двушка я его потер и это у нас двушка тысяча девятьсот какой-то год наверное восьмой или что-то в этом роде не знаю но тут же как я выкопал эту царскую монету русик мне подает вот такой вот фарфор и знаете символика царская и как он мне сказал я не понимаю в этом и он сказал что это гардер насколько это дорогая вещь не знаю рус сразу говорит это богатый дом был вот и такая керамика урусик там что-то цветное вот так что вот так вот ребята принимаю поздравления с первым сегодняшним царем год не знаю но СПБ СПБ три дня окопа и первый царь так что тадам класс итак ребята вы не слышали вопли мой до этого как я кричал кинг вон там он лежит испугался рустика аж упал блин ребята на этом шурфе двушка двадцать пятого была и вот сейчас смотрите это копейка копейка двадцать пятого я твоя налево на моем веку эта монета у меня встречается уже восьмой раз это восьмая копейка двадцать пятого года сохранчик ну ребята чистка покажет монета из шурфа вот ахаха кстати такую копейку на двадцать пятого года я буквально на днях разыграл у себя на стриме так барабанная дробь да 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 внутри находится бумажка смотрите ребята смотрите что там здесь смотрите что ба бам вадим вадим михайлов ёшкин кот а и сейчас у нас вадим михайлов забирает копеечку двадцать пятого года офигеть ребята вот это фарт вот это фартовый человек так что ребята красота в обеогонь на полнолуние интересно просто а на умы упускать спят красавчик но что ребята у нас очередное серебро но серебро В каком плане Это не монета А вот это Это серебряный наперсток Кто-то может подумать, что это алюминий Пишем в комментариях, как вы думаете Алюминий или же все-таки серебро Да не подъеб его Рустик говорит, что это серебро Потому что Фишер 44 говорит точно Это серебро Так что алюминий от серебра отличить по прибору очень-очень легко Вот такой вот наперсток серебряный Класс Мы сегодня ночью в ударе 80 чистый Класс Зачетно Вроде как бы не очень-то с утратами Есть небольшая здесь дырочка Но ничего страшного Для серебра это ничего страшного Держи Мы курим серебро Ну что, ребята Утро начинается с находок Серега ночью нас покинул Но утром пришел и начал прям тягать монеты за монетой Я вам не снимал, он уже несколько пятаков поднял Что там Вот Ох, посмотри, какой красивый Патина такая яркая Вот Поднял два пятака Трешка и двушка Забрал Да Но факт в том, что, блин Он единственный пока Какое-то количество монет поднял Знаете, у меня был сигнал Я аж прям Чуть ли не Не отписывался Вот такая вот Пуля С Первой мировой Вот Чего серый за калибр-то говоришь? Мне кажется, это вообще Это как Минье А теперь давайте немножко об этой находке Да, действительно, Сергей был прав Данная вещь является пулей Минье Пуля для первых дульнозарядных винтовок Которая имеет коническую выемку в задней части Данный вариант пули в 1849 году Предложил Клод Минье В зависимости от страны И периода пули системы Минье Имели несколько разные характеристики Например, английская винтовка Энфильд, применяющаяся во время крымской кампании Имели калибр 15 мм Пуля весила около 34 грамм И с зарядом 4,5 грамма дымного пороха Разгонялась до 270 метров в секунду При попадании 30-граммовой пули Приносили печальные последствия Первое боевое применение пули Минье Получил во время крымской войны Российские солдаты, вооруженные гладкоствольными ружьями Могли вести эффективную стрельбу На дистанции примерно 200 шагов Войска англо-французской коалиции Благодаря применению пули Минье Могли вести эффективный огонь На дистанции в четверо больше Существует мнение, что данное обстоятельство Послужило одной из причин Поражения Российской империи в Крымской войне Вот такой коротенький очерк Я вам предоставил по данному экспонату А сейчас возвращаемся на корм И следующий сигнал, который я начал Который я начал Смотрите, как красиво лежит Как она красиво лежит Просто красота Но Но Медаль, конечно, всегда приятно поднимать Но В данном случае у нас Затрут Да, Сталин Мы победили Вот такая-то медаль Что же это не Николай, а Я так хотел Николая Более крупновато для Николая А тут Сталин Когда он в темноте появляется серый Там не смотришь Маленькая, большая Ладно Такие вот Пока у меня сегодня находки Так, ребята Находочка Прям была Царская копеечка Да, царская копеечка, блин Жалко Я же прям наделался На 25-й Ну, сохранчик Бодрый Смотри Гурт прям острый аж Надеюсь, почистится Будет хорошее Вот вторая царская монетка Не голосно по царям На сегодня не пусто Вы увидите обзор Того, чего Сколько я накопал Много Много Ребят Находочка И я решил вам заснять Потому что я ее еще не трогал Выпала она вот так Сама И сейчас вместе О, да это царь Это, блин, царская трешка Ты еще копеек вот вывал Да ладно Вот здесь Охренеть, блин Ребята, смотрите Ну так Серега Честный человек Взял в ручке И показал 1870 копеечка И трешечка Офигеть Как они 1800 А, 1870 И трешка Неплохо Сейчас почище Посмотрю, если что-то интересно Обязательно Вам продемонстрирую Вот так вот Вот такой вот нюанс Еще не прозванил Может тут еще Тихо-тихо-тихо Что это такое Какая-то хрень Сейчас еще будем прозванивать Мы как бы уже Подходим к завершению Здесь вот уже все И вот этот бугорок Надо еще немножко Срезать И посмотрим Рустик К сожалению Сдался Остался только Один прибор Говорит, что придет Но мы сомневаемся Потеряли мы бойца Так что ладно Серега остался Еще один Ребят Вот такую Кругляшок у Сереги Выпал Муравьишка По нему ползает Последнее Поползновение Муравьишки И это у нас Ребята Трешка 24-й год Неплохая тоже Я хочу сказать Неплохая А здесь вот К сожалению Бека Нормально Крупная Медь Вот хотел Варшкоп Учите Распишите Ну все Ребят Заканчиваем Наверное Свой фундамент Еще наверное Серегу Здесь вот сейчас Выкурит Немножко Я собрал Что-то И будем Сваливать Так что Ладно Сейчас находки Рустика По шмурдику Предположительно Наперсток Серебряный Вот эта Вещица Тоже должна быть Серебряной Но к сожалению Мы сомневаемся Что это серебро Вот Что у него было Интересного Пятачок Деформирован С 49-го Года Пятачок 39-го Года Я Рустику Нашел При прозвонке А не Не эту Вот эту Ребята Я нашел Рустику 20 А 37-й год Ребят Эта монета Тоже Очень дорогая Так что Рустик Отличился У нас Тоже Так же Двушка 24-го Вот такая Вот серебруха 10 копеек 25-го Ну и Приехал ночью Молодец С работы Устал Теперь отдыхает Так что Ладно Находки серого Ну а по находкам Сереги Получилось Вот так вот Вот такое Ткалечко Интересное Достаточно Приятно Так Монет не очень Много Вот так Самое интересное Трешка 24-й Двушка Царская Непонятно Два Пятачка Два 46-го Года Вот Трешки Двадцатки В общем Не густо Но по крайней мере Не пусто Домой Поедет Хоть с чем-то Так что Ладно Теперь сейчас Обзор Моих Находок А у меня Нехило Получилось Ребят Ну а по моим Находкам Получилось Как-то вот так Вот Та-дам В принципе Сегодня коп Удался Давайте Сошмурдика Все что Интересное Это у нас Вот такой вот Знак В ЛКСМ Вот такие Дефектованные 29-й Трешка 20-ка По монетам Копеек Двадцать копеек Двадцать четвертый год Очень хороший Кешный Бодрый вид Еще одна Крупная Находка Это у нас Медаль Дело наше Правое Мы победили Дальше Трешка Двадцать четвертый Трешка Царская Год не знаю Трешка Двадцать четвертый Двушка 1908 Копеечка 870 Это Не знаю Серебрушка 10 копеек 29-й 10 копеек И вот Две вкусняшки Вот нам Две вкусняшки Этот год У нас 39-й Ничего Сверх Естественно Нету 39-й Я думал Дорогой Но Вот эти Две монеты Сделали сегодняшний коп Начну С более Дорогого С менее Дорогого Это копеечка 25-й Год Ребята 25-й Год Офигеть Этот фундамент Дал сегодня Вернее За два дня Двушку 25-го И копейку 25-го Копейка 25-го Досталась Мне Ну и Вот это Ребят Вы может быть Кто не разбирается В ценниках Но Монета Так Монета Как вам показать Поближе Год Смотрите 1927 год Это очень дорогая Монета Внешний вид Конечно Дручающий Посмотрим Как почистится Но стоимость Данной монеты Вы уже знаете 7000 рублей Это копеечка 25-го 5000 Стоит А это 7 Но цены Говорю Из каталога Также я прикрепляю С левой стороны Цену Проходов На аукционах Таких монет Так что Ладно Итак Ребят На этом я буду Заканчивать Своё видео Сюжетик Связанно С шурфами Как вы видите Шурфы Очень приятно Дают Особенно На этот раз У меня Очень удачно Получилось По находкам Медь Дорогие Сенсационные Находки Мы подняли В этом шурфе Так что Копейка 25-го Потом Двушка 25-го Пятачок 27-го Ну а остальные Более-менее Такие Мелкие Ну Все равно Приятные Находочки Так что Пожелайте нам Дальше Радовать вас Именно вот такими Приятными выходами Стараемся для вас Ну а с вас Конечно же Поддержка Пальчик кверху За трудосторание Подписка Если ты еще Это не сделал У нас Всегда Интересно И весело На этом и все Всем пока До новых встреч На шурфах На копе Или на чистке монет Удачи